Очень интересная тема. Освобождение национальных республик через крах путинской системы и путинского режима. Вроде такой вопрос глобальный, но тем не менее, а когда, как не сейчас, о нем поговорить? Олег Дунда подключается к нашему эфиру. Народный депутат Украины. Олег, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер. Рад вас видеть. Два слова расскажу зрителям из анонса мероприятия, в котором вы принимали участие. Пятый форум свободных народов пост-России в Брюсселе собрал полный зал из представителей самых разных национальностей. Традиционно татары, башкиры, чеченцы, буряты, калмыки, нагайцы и спикеры других этнических групп обсуждали ряд вопросов. И, конечно, этот ряд вопросов касался того, как же все-таки вернуть самоиндентичность и свободу национальных республик. Расскажите, пожалуйста, свой итог вот этой встречи. Что вы увидели? Есть ли реальные зачатки вот в этих национальных республиках, движений, которые готовы принять участие в процессе освобождения от действительно кремлевской диктатуры? Еще раз добрый вечер. Давайте начнем немножко с другого. Мы сейчас это тоже обсудим, на это выйдем. Но передо мной был очень важный сюжет и очень интересный сюжет, который ставит очень много вопросов и на них же отвечает. Первый вопрос – это ресурсы. То есть мы видели кадры, где абсолютно бедная территория, абсолютно бедная территория, где ничего нет. При этом это же территория, это, так понимаю, Дальний Восток, там и Якутия вспоминалось. Теоретически, по размеру своих ресурсов, по размеру сырья, которая закопана в их землях, по размеру, скажем так, источников питания в океане, в Тихом океане, по размеру энергоресурсов и шельфов, теоретически, если это правильно инвестировать и привлечь инвестиции с того же Китая, а тем более с Японии, эти территории могут быть Северным Персидским заливом по своему богатству, по своему достоянию. И Москва построила абсолютно имперскую систему, экономическую систему, где она сосет соки и все ресурсы из своих национальных республик в пользу Москвы, которая распределяет на содержание бюрократического аппарата, аппарата насилия и на военные действия, в том числе Украине. Абсолютная имперская модель. И в данном случае вот это тот показатель, почему эти республики должны иметь свою независимость. Но это касается не только национальных республик, это касается и всех остальных регионов, которые якобы являются русскими. Например, возьмем там Санкт-Петербург, или возьмем там Самару, или возьмем там Екатеринбург, Новосибирск. Формально они русские, безусловно, но неформально по факту это никакой совместной русской идентичности они не имеют. И поэтому говорить о том, что имеют право на независимость только национальные республики, нет, это неправда. Имеют право на независимость все регионы, входящие в Российскую империю. Например, тот же Новосибирец, несмотря на то, что он в паспорте или где-то в документах пишется, что он русский, то по своей идентичности восприятие окружения, по своему традициям, по своим мировоззрению, это абсолютно он отличается, например, от москвича. А тем более, что говорить о Санкт-Петербурге, жителе Санкт-Петербурга и жителе Москвы. Это абсолютно два разных человека. Почему в Российской империи и не сформировалась политическая нация, ее не существует, и они не способны ее создать, потому что это разные народы. Как у них там в Конституции написано, это национальный народ. И русские там, вот коренные русские, а некоторые себя русским называют, являются там глобальным меньшинством. И поэтому это ставится, нельзя рассматривать вопрос о независимости только национальных республик. Нужно рассматривать вопрос о Санкт-Петербурге, который недоволен своей ролью в текущей имперской системе. Государство, страна государства, город государства, которое может стать северным Гонконгом или северным Сингапуром. Он имеет все шансы на это. Он является воротами на большую, огромную евразиатскую территорию, через которую будут проходить все транспортные потоки. И они должны вместо того, что 80% своих доходов отдавать на содержание Москвы, они должны оставить у себя. И они будут жить гораздо лучше того же Гданьска или страны Балтии. И там прекрасно это понимают. И поэтому нужно рассматривать. Поэтому на том же форуме свободных народов по СРСИ, я думаю, что скоро он будет уже форум независимых государств по СРСИ, там были не только нагайцы и чкирийцы, но и представители Пёнигсберга, он же Калининград, представители Кубани, представители Урала, Сибири. Разные были. И то, что там обсуждалось, говорит о том, что вот эти вот этнические, этническо-национальные, региональные распри, они в Российской империи очень распространены. Это публично не выносится наверх, но это было в 90-х годах и никуда оно не делось. Его спрятали под спут, публично не выносят, но это там клеит. Достаточно одной зажженной спички для того, чтобы этот котел взорвался в ошмет, и ничего за ним не осталось. И это вопрос буквально там ближайшего времени. А наша задача, как Украины, украинцев, показать это нашим западным партнерам и сказать о том, что хотят они этого, не хотят. Это все равно произойдет. И в данном случае, чтобы не повторить ошибок, они должны к этому просто подготовиться, чтобы не было ошибок 91-го года. Олег, очевидно, то, о чем вы говорите, о том, что эти внутренние недовольства, они есть и усиливаются, это началось с этой знаменитой фразы «подоехали», когда уже москвичи не воспринимали тех людей, которые приехали из других регионов, другие народности, которые проживают в Российской Федерации. И вот хотелось бы у вас спросить, а что из предложений, которые стали, очевидно, более конкретными? Ведь участников все больше становится, и они, каждый из них, свои предложения вносят. Что из конкретных предложений вы услышали, что может стать уже рабочей версией? Ну, если мы говорим о представителях регионов Российской империи, там была масса предложений. Некоторые из них повторяются уже, там второй и третий форум, одни из основных – это предоставление финансирования для внутрипартизанской деятельности, предоставление вооружения для того, чтобы начать освободить национальную борьбу. И, кстати, это даже не столько предложения были, хотя и оттуда, из национальных республик, но это были предложения из таких пророссийских регионов, как мы говорим пророссийские регионы, по факту это не так, Санкт-Петербург и Карелия. Вот там были очень активные предложения о том, что дайте нам оружие, дайте нам возможность обучаться, и мы готовы с оружием в руках защищать свою независимость. Это были вопросы и пропаганды, проведение пропагандистской движения. Но мы решили начать, это в том числе их предложение было, мы как представители от Украины всего лишь это поддержали, кому как не нам знать о том, что значит быть под гнетом Москвы, и о том, что от этого нужно уходить, это проведение серии референдумов за независимость именно в первую очередь так называемых русских регионов, потому что они абсолютно справедливо говорят, почему в Башкатерстане был свой референдум, в Калмыкии был свой референдум, в Татарстане был свой референдум о независимости и суверенитете в 90-х годах, а, например, в Калининграде, который более всех претендует на независимость, такого референдума не было. Тем более, что все юридические документы о принадлежности Калининградской области и Российской империи, они уже истекли, и по всем документам Калининград должен вернуться в лоно европейской семьи. Поэтому они более чем заслуживают на такой референдум. Например, Кубань тоже поднимали этот вопрос и говорили о том, что они никакого отношения к русской идентичности не имеют. Скорее, они ближе к украинской идентичности, но претендуют на собственное государство, имеют право на создание своей страны со своими политическим аппаратами. Тем более, выгодное положение, выгодные ресурсы, это может стать достаточно успешным государством. Те же калмыки тоже самое говорили о том, что в случае развала они себя видят частью европейской семьи. Они ничем не хуже турков, которые на это будущее претендуют. И поэтому было принято решение помочь и провести 16 февраля 5 референдумов о независимости и северенитете по 5 регионам. Это Калининград, Урал, Сибирь, Ингрия, он же Санкт-Петербург и Кубань. И сейчас к этому готовимся, запускаем. Более того, уже этот сайт есть. И Российская империя так испугалась, что уже два дня назад через свой Роскомнадзор заблокировали этот сайт. Но я думаю, что ребята умные, хитрые, им все обойдут и запустят нормально. Да, интересно. Ну, поделитесь с нами результатами голосования. Очень важно понимать, даже если ответы нас не удовлетворят, что какой-то тренд зарождался, и люди понимали, что все возможно. Спасибо вам огромное, Олег, за то, что приняли участие в нашем эфире. Олег Дунда, народный депутат Украины, был с нами на прямой связи.